Знаменитый Кремлёвский дворец подлатали, обновили и вот так, по-молодевшему, она встречает свой юбилей. В самой большой европейской сцене уже полвека. По её истории можно отслеживать историю самого государства. Сначала съезды КПСС, потом разруха 90-х, потом долгое восстановление. Семь лет шла реконструкция, а мало кто знал. Дворец закрывал сезон, зрители разъезжались на моря, и каждый год вот так понемногу что-то в зале неуловимо менялось. Теперь картинка цельная, и Антон Кириллов её оценил. Вот туалеты меняли, вот здесь зал меняли, обновляли, сцену саму меняли, палы, ну то есть капитальный ремонт. На сцене ГКД, а по старинке дворца съездов, Ольга Бровикова работает почаще и почище любого артиста. С утра генеральная уборка, затем после каждой репетиции, перед спектаклем и во время антрактов. Работа ответственная, и не потому что в самом Кремле. Ольга отвечает за самое главное – жизнь и здоровье тех, кто выходит на сцену после неё. Мало ли что-то упало, балерон прыгает. Со сцены, самой большой сцены в Европе, отремонтированный зал выглядит впечатляюще. Даже не верится, что когда-то и не раз здесь решалась судьба государства. Теперь внутри всё новое, кроме стульев, по-советски строгих и вечных, как борьба пролетариата за свободу. Видите, они в каком-то состоянии, они в хорошем состоянии, они удобны, между прочим. Ленину, народу советскому, слава ленинскому ДК. Сколько трепетных и роковых для страны минут пережили эти стулья. 22-й съезд партии, где был принят моральный кодекс строителя коммунизма. Инаугурация последнего генсеха Горбачёва и первого президента Ельцина проходили именно здесь. В советское время президиум, спрятанный под сценой, поднимали минимум два раза в неделю. Теперь не чаще двух раз в год. Мощный заряд энергии, оптимизма, даёт всем нам отчётный доклад ЦК. Образец прочного сплава марсистско-ленинской теории с практическим опытом коммунистического строительства. Это самая знаменитая мозаика над главным входом Кремлёвского дворца. 15 гербов, 15 республик Советского Союза. В начале 90-х их предлагали сначала убрать, потом чем-нибудь завесить. Но в конце концов оставили так, как есть. Она сделана полностью из мрамора, причём мрамора разных цветов. Он собран из разных республик Советского Союза. И, в общем-то, это олицетворение того самого государства, в котором и был построен сам Кремлёвский дворец. Программируется любой спектакль, любое представление, любой мюзикл, любая опера. И всё идёт здесь автоматически с этого пульта. Уже прописано, видите, вот, уходит всё со сцены. Вот, то есть выведена картина полностью здесь записанная. А есть аппараты, которые меняют свои позиции, это динамические, то есть которые вращаются, эффекты выполняют разные. В советское время люди театра этот зал не любили. Плохая акустика, ещё более сомнительная атмосфера. Здесь проходили только отчётные постановки Большого, по указанию свыше, конечно. И приходили смотреть спектакли также по заданию партии. Теперь это одна из лучших площадок страны, где концерты и спектакли расписаны на несколько лет вперёд. Антон Кириллов, Виктор Цеховребов, Александр Рейпин, Антон Минахин, Пятый канал.